Пальмиру будут восстанавливать при помощи 3D-моделей. При реставрации жемчужины пустыни будут применять самые современные технологии. Об этом рассказал директор Эрмитажа Михаил Петровский. Сегодня военные, искусствоведы, дипломаты обсудили на встрече в Москве масштабы разрушений в сирийском городе после отступления боевиков. Итоги переговоров давайте прямо сейчас узнаем у нашего корреспондента Олега Сидякина. Олег, приветствую тебя. Вот как оценивают масштаб? Что можно будет восстановить? Что нет? И интересно, вот эта схема применения 3D. Приветствую тебя, Оксана. Не все так плохо, но и не все так хорошо. Так кратко резюмируют свою поездку российские эксперты, которые пробыли в Сирии с 5 по 9 июля этого года. Группа российских специалистов из Минкультуры России, музея Востока Эрмитажа, научно-реставрационного центра Института археологии РАН досконально изучили все, что осталось от исторической части Пальмиры. Помимо осмотра древнего города и фотофиксации описания разрушенных объектов, эксперты также оценили степень разрушения археологического музея Тадмора. И вот сирийская сторона уже на этом этапе спешит поблагодарить россиян за проделанную работу и отмечает, что в отличие от других коллег, которые бросаются высокопарными фразами, российская сторона от слов сразу перешла к делу. Эта победа – плод отношений Сирии и России на всех уровнях. После этой победы Россия помогла разминировать Пальмиру, и это важный шаг. Хочу поблагодарить руководство страны, президента Путина, а также инженеров, саперов и военных. Они разминировали сотни километров территории, дороги, жилые кварталы. Следом за этой победой нужно вести работу дальше по восстановлению и реставрации. По оценкам экспертов, на восстановление Пальмиры потребуется минимум пять лет. Знаковые памятники террористы уничтожали целенаправленно. Как говорят эксперты, у них сложилось впечатление, что бойников в этом как будто бы кто-то направлял. А когда пришлось покидать город, они заминировали каждый памятник и подходы к ним. Российские саперы провели масштабную операцию по разминированию в течение двух недель и без какого-либо ущерба к культурному наследию. Куполные задачи привлекались высокоподготовленные офицеры и военнослужащие по контракту, которые были оснащены новейшими средствами поиска, средствами диодальной, защитой сапера. Для выполнения задач по инженерной разведке применялись беспилотные летательные аппараты. Вся территория исторической части Пальмира размерирована от мин, взрывоопасных предметов и самодельных городных устройств. Проверено 234 гектара территории, 30 километров дорог, 10 объектов исторического наследия. Обнаженно обезврежен 2991 взрывоопасный предмет, из которых 432 – это самодельные взрывные устройства. За год оккупации Пальмиры террористами они разрушили Триумфальную арку, храмы и погребальные колонны. Пострадали от рук боевиков цитадель Салахаддина и Национальный музей. Нужно отметить, что хотя сохранилась торговая площадь Агара и Римский амфитеатр, но по словам экспертов, теперь каждому объекту нужен индивидуальный подход. Действительно, будут применять самые современные технологии для изучения состояния, вплоть до формирования такой вот модели 3D, но все-таки от российской стороны будут только предложения по работе, а последнее слово будет за ЮНЕСКО и за сирийским правительством. Вот хотелось бы отметить, что, судя по первичному осмотру, вот храм Баал-Шамина в результате взрыва распался, например, на такие большие фрагменты, и теперь можно этот памятник архитектуры, что называется, собрать заново. То же самое можно сказать и о Триумфальной арке, всем известной по учебникам истории пятого класса. Там на обложке эта Триумфальная арка изображена. Так вот, Триумфальную арку можно тоже, в принципе, восстановить, но, правда, работы по ней будут проводиться дольше, ну и стоить будет это немного дороже. Но вот, что касается святилища Белла, верховного божества Пальмиры, так вот, оно разрушено полностью, и его можно будет только воссоздавать заново. Но, как отметила сирийская сторона, никакого новодела и новостроя на территории исторической части Пальмиры не будет. Поэтому, возможно, святилище Белла и так и останется в том разрушенном виде, которое есть. И вот, как отметил глава Эрмитажа господин Петровский, восстановление Пальмиры – это дело чести для всего мирового сообщества, и Россия, в свою очередь, уже готова предоставить, в принципе, любую помощь. Идеология основана для нас, для России, на термине, скажем так, «Северная Пальмира», и на опыте военного, вот я очень рад, что упомянут был опыт наших военных, опыт войны, опыт блокады Ленинграда, где концерты происходили в блокадном городе, и после разрушения были восстановлены абсолютно разрушенные памятники дворцы, где тоже есть опыт подвига музейчиков, и мы должны не забывать потрясающий подвиг сирийских музейчиков, которые спасли им от отдыха жизни, и они спасли значительную часть коллекции музея. Вот во время экспедиции в Сирию, в Пальмиру, специалистов удивило, что многие ценные экспонаты все-таки остались на своих местах, некоторые из них были просто разбросаны на полу в музеи и в храмах, но часть все-таки экспозиции пропала, экспонатов. Как надеются российские ученые, все-таки, возможно, что-то успели вывезти в сирийские коллеги, в Дамаск и в Хомс, но что-то все-таки придется теперь искать на черных рынках антиквариата и в частных коллекциях. Что же касается консервационных и реставрационных работ, то специалисты отмечают, что на пути столкнутся с определенными проблемами, такими, как придется восстанавливать, к примеру, всю инфраструктуру, она полностью разрушена, это опять дополнительные средства, нет рабочей силы, дело в том, что Тадмор опустел, и районы близлежащие также опустили, и дело в том, что придется еще завозить специальную технику. Но все это будет возможно только после того, когда провинция будет полностью безопасна. Оксана? Спасибо тебе большое, Олег. Это был Олег Сидякин, рассказал он о планах реставрации Пальмиры, о предложениях.